Вообще, ты же меня знаешь, нахуй тут совсем. Да первый раз я вас вижу. Слушай, я протру глаза, б***ь, мизеры. Первым за выходку подопечного перед краем извинился сам Юрий Берг, а уж после сам согрешивший. Его гневные речи едва успели растащить на цитаты, и как в сети, появился следующий диалог все с теми же людьми в погонах. В крепости, предыдущему не уступающей. Подожди, на своему, скажи, калиному. Глядя на Садова, головой осуждающий качала вся страна. Хотя, казалось бы, кто не грешен. Мы, журналисты, с жесткой добранной лексикой сталкиваемся чуть ли не ежедневно. Где-то они, может, бухали, где-то ебались, может быть, и они выбежали. Ты что, болтаешь ты? А что мне болтать? Я правду говорю. Да, вы провоцируете, б***ь, специально. Да вы, б***ь, вы провоцируете. Я схватила полотенце и говорю, эх, б***ь же, твою мать, я ж тебе дала два полотенца. Вы две курицы, б***ь, сидели. И так почти каждый день. Никто, так мать же их, хвалы мне их не нужны. Лишь от тебя услуги жду. Пиши в часы досужные. Целомудренные паузы доктор филологических наук Татьяна Жаплова не в сочинениях Сергея Шнурова делает. В стихах всеми глубоко любимого, но не всеми глубоко изученного Александра Сергеевича. Ну и как тут не скажешь, айда Пушкин, глядя на его непричесанные хулиганские сборники. Такое не снилось и Садову. Ядреными русскими словами классики, кстати, вообще не брезговали. Тут достаточно продемонстрировать вот этот наш бестселлер, неподцензурная поэзия. Пушкин, Лермонтов. У Лермонтова, как оказалось, неподцензурная поэзия и том больше, чем все собрание сочинений. И вот особенно, когда тот же Пушкин рассказывал о своей личной жизни друзьям, он пользовался исключительно нецензурной лексикой. Там вот он как раз и показывал, насколько неуважительно он относится к той или иной женщине. Нет, ссылаясь на классиков, масс здесь не оправдывают и не воспевают. Лишь признают его неистребимой частью великого и могучего. Он богат, разнообразен, но уместен в исключительных случаях. Главное то, что в данном случае с помощью мата людей, которые к нему подошли в форму, он пытался просто унизить и уничтожить словесно. У десантника здесь есть слов одно только из русского языка. И то либо предлог, либо союз. Все остальное вульгаризм, жарганизм. Сергей Попцов мужчина крепкий и с крепкими выражениями на «ты». Он уверен, есть ситуации, когда мат незаменим. Я знаю, что и Великая Отечественная война на мате тоже была выиграна, понимаете. И афганские события, и чеченские, это все происходило. Так как русские матерятся, не матерится ни одна нация, ни одна страна, понимаете. В мире помогут. Но Сергей Попцов клянется, ни один десантник не позволит себе грязно выругаться при детях или женщинах, не позволит матом унизить человека при исполнении. Потому подвиг Садова и он, и его коллеги восприняли как неслыханную дерзость. Поэтому должен быть жесткий закон, очень сильно карающий в плане материальном. А лица, которые имеют сегодня ответственные должности, извинился, не просто извинился, а еще бы сам написал рапорт об увольнении. Не напишет ведь. На самом деле обуздать матершинников законом пробовали не раз и не два. Брань признавали мелким хулиганством, любители крепких фраз обвиняли в унижении чести и достоинства. Однако до сих пор ни в одном законе не появилось четкого определения ненормативной лексики. Потому привлечь за нее к ответственности, а уж тем более к суду, практически невозможно. Екатерина Киселева, Вадим Мечаев, Станислав Даминов. Наше время.